Ребята, всем привет! Сегодня в гостях у нас Fordic с двигателем Duratec 1.25, 1.4, 1.6 однообразные двигатели только лишь отличаются объемом сегодня будем проводить такую работу по замене прокладки ГБЦ то есть начало дуть знаете что это такое, выкидывать охлаждайку и т.д. и т.д. со всеми вытекающими последствиями перед работами обязательно берем, скидываем отрицательную клемму и нигде не коротнуло при дальнейшей разборке каких-то агрегатов и т.д. и т.д. но сильно я так уже подробно не буду в общем сняли здесь воздушный фильтр да, корпус воздушного фильтра хомуты здесь еще заводские вот эти вот противные не у всех есть щипцы специальные так что можно будет поменять по крайней мере нижний, верхний можно при помощи вот таких вот скажем сделать так вот специально сделал иногда очень помогает для таких пружинных хомутов и вот таких вот частности вот так вот она защелкается обычно класс ну там и так же щелкаю а здесь она получается вот здесь вот сбоку к ним не подлезть то есть коллектор мешает радиатор мешает ну да ладно в общем все лишнее снимаем слили охлаждающую жидкость слили пока с радиатора но пробочка у нас находится вот вон видим да пробочка под отвертку значит что также что-то отпускаем один болтик и у нас с такой вот направляющей слазит расширительный бачок здесь тоже нажимаем с двух сторон кусики и скидываем одну шлангу и нижнюю также сейчас хомутик убираем убираем сторону для того чтобы снять крышку ГРМ также отпускаем по кругу куча наших вот таких болтиков ключиком на 8 единственное есть тут у нас сверху какие-то определенные хомуты где гаечки ключом на 10 то есть вот здесь вот на шпильках вот здесь вообще на 14 а даже на 15 это под фиксацию нашего фильтра откручиваем все крышка у нас в принципе откручена надо подорвать ее на герметике скорее всего сидит в общем убираем распрягаем дальше буду показывать и так перемещаемся под автомобиль естественно заранее была снята защита наша металлическая вот она так со сколько она там крепится на 5 болтов да 5 болтиков вот затем же сливаем антифресурс вот этой пробочкой да открутив тут уже больше вода потому как бодяжили значит далее прижимаемся этим колесом вплотную к яме видимо так вот выворачиваем руля вправо до упора и откручиваем либо прямой отверткой либо вот у нас звездочка то есть торкс 32 вот этих вот болтиков вот раз и вот два и вот это вот пластиковая защита у нас выходит которая собственно говоря и перекрывает наш шкив значит для того чтобы снять передний кожух пластиковый нам необходимо снять все шкилы навесного оборудования то есть на помпе там тоже будет мешать так вот видим здесь вот кстати этот доступен вот а с другой же стороны там получается за шкивами здесь берем головку на 18 для срыва и предварительно пока у нас эти ремни на месте здесь конструкция в общем натяжителей нету вот видим и на гур и на кондер с генератором и помпой здесь они натягиваются у нас тупо при помощи специального приспособления поэтому если они меняются то режем их если остаются на месте аккуратненько скинем шкив какой-то возможно даже с помпы здесь она послабится и снимется ремень значит здесь берем ключ на 10 и пока ремень у нас осуществляет определенный натяг вот здесь пальцем еще его увеличиваем чтоб не проскальзывала помпа и срываемся эти четыре болтика вот остался у нас один болтик который открутили и теперь у нас это вот дело спокойно шкив этот выходит чуть-чуть рука так не сгибается конечно о все и соответственно этот ремень у нас спокойно извлекается видим да так ну а с тем ремешком уже сам шкив открутим когда значит для отключения шкива если у вас не механика значит вот здесь вот видим между корпусом коробки вот видим виднеется маховик вставляем сюда тверку фиксируем возможно просим помощника вот придержать тверку и здесь ключом на 18 то есть головкой срываем сам шкив в общем таким способом как и говорил заклинив отверткой в этом проеме получилось сорвать болт шкива и при помощи двух монтировок вот сюда вставляем аккуратненько поддеваем вот так вот шкив теперь спокойно снимаем ремешки извлекаем шкив демпфер проверяем демпфер у нас тут целый все окей все в порядке так теперь продолжаем откручивать эти наши болты вон два болта снизу и вон по центру чуть выше видим да вон он болтик тогда у нас этот верхний кожух излечется и три болтика для извлечения нижнего болта выкручиваем снимаем после демонтажа получаем вот такую вот картину также обязательно проверяем работу помпы в каком она у нас состоянии так потому что если ее менять надо менять сейчас сразу же потому что потом опять все придется эту процедуру выполнять значит смотрим вот так на 9 болтах у нас крепится аж верхний кожух вот видим все его отверстия динь-динь-динь-динь-динь и на трех нижних они вот так вот разъемные все значит можем спокойно теперь проворачивать наш натяжитель и скидывать ремешок со шкивов откручивать их так все скидываем это и по кругу откидываем вот эти вот крепежные всякие элементы вот видим у нас здесь на гур идет трубка которую необходимо снять также снизу берем выдыху все болты наши заржавевшие обязательно пшикаем потому что будет мучительно больно снимаем модуль снимаем все наши разъемы вот здесь в общем все разбираем освобождаем место под демонтаж головы так значит вот так вот частично разбираем модуль тут стоял сняли тут на четырех болтиках торгсом на 25 откручивается также что топливная рампа вот она с форсунками точнее это провода уже остались рампу скинул сторону убрал подбираемся потихоньку значит для того чтобы снять генератора нам его необходимо снимать выкручиваем два болта и одну гайку вот здесь вот болт на 15 потом вон там вот у нас где-то сейчас покажу он видимо у нас уже голые а вон она в общем болт выкрутили здесь гайка единственное генератор полностью у нас не выйдет потому как надо выкрутить эту шпильку тоже вот так вот Е8 у нас головочка и выкручивается спокойно вот эта шпилька вполне как бы продуманно сделана так извлекаем шпильку вот такая длиннючая после чего генератор естественно отсюда выводим сейчас если нам ничего не помешает конечно надо его развернуть и пытаться каким-то чудом отсюда вытягивать есть все прячем сторону что откручиваем откручиваем коллектор впускной видим у нас коллектор так коллектор у нас крепится на пяти болтиках видим под головку на десять раз два вот здесь вот три там по центру снизу смотрим четыре и пять вон четвертую там все подлазим оттягиваем в сторону в общем ребят не все так просто с выпускным коллектором впускной откинул видите да чтоб не говорили что на видео все легко извиняюсь врачусь уже наверное второй час вот этими вот гайками которые уже гнилые т.д. и т.п. вот сейчас прогреваю очередную гайку пытаюсь выкрутить на коллектор иначе везде жопа пытался там снизу открутить уже то есть давно не лазили вон там на коллекторе так что мучаемся выкручиваем не все так просто так ну видимо с завода еще ни разу не откручивалась потому что все абсолютно все гайки болты все поржавело уже не в своем размере сами понимаете кто с ремонтами сталкивается тот знает что такое особенность вот эти вот маленькие болтики вот здесь вот с этого кожуха ладно в общем коллектор у нас уже шевелится видим единственно со шпилек ему не хватает места выйти то уже головку как подорвем тогда будем изощряться дальше значит выкручиваем здесь три гайки в данном случае одна гайка две шпильки и здесь три болта на кронштейне подушки которые прикручены к лонжерону после чего она спокойненько извлекается у нас проверяем ее целостность в общем то она даже ничего хорошая после чего откручиваем этот кронштейн здесь у нас два болта вот выкручивается здесь и здесь головкой на 13 и также с этой стороны у нас по идее два болта вот раз вот два извлекаем этот кронштейн так вот так вот он кронштейн ну да естественно я забыл сказать естественно предварительно подпираем под поддон домкратикам а так вот все понятно все теперь у нас времени галеный с роликом когда и т.п. срываем болт впускного распредвала здесь вот удерживаем на сколько тут 22 или 24 сейчас посмотрим и здесь на 13 срываем этот болт снимаем шкив естественно скидываем уже этот ремень мы можем сейчас снять ролик по сути все это поочередно этот вал нам тоже по сути будет мешать можно и без него если длинная головка без демонтажа этого вала но лучше снять уже так вот он наш ролик снимаем вытягиваем ремешок отсюда значит в чем особенность конструкции данного двигателя видим у нас нету ни шпорнок ни штифтов фиксации шкивов на распредвалах и на коленвалу то же самое то есть у меня видео есть по замене ремня грм поэтому кому будет интересно в конце видео будет ссылка на то видео посмотрите то есть по такой же схеме будем обратно и ставить ну данный видеоролик посвящен конкретно замене прокладки гбц решение этой проблемы поэтому будем смотреть что тут делать по этой работе я буду отображать по той уже отдельно тем роликом вы можете глянуть так значит смотрим также нам мешает вот эти вот кожухи надо открутить от головки вот видим здесь даже один болтик с торца прикрученный вот это откручиваем раз-два по сути болтика но этот можем три-четыре чтоб полностью снять либо просто чуть отвести лишь бы не мешало голове так снимаем распредвалы предварительно смотрим на наши бугеля ищем их метку обязательно должны быть метки свои не знаю видно или нет здесь вот тут и два как бы плохо просматривается ну можем скажем так сделать свои метки даже если плохо просматривается и четыре ладно сейчас вытрем посмотрим почетче так в общем так как она еле просматривается тут я продублировал вот свои поставил метки видимо здесь двойка видимо не видим что резкость не сильно хочет единица двойка тройка четверка и пятерка единственное вот на впуске я с точечкой поставил вот так вот видим вот пятерочка на выпуске просто цифры то есть для себя так скажем потому что если там маркером можно смыть прямойки то есть это так извлекаем все это дело итак после извлечения распредвалов берем торкс 55 это 55 сейчас где тут вам показать вдруг не поверите вот видим да и начинаем срывать нашу голову значит срывать ее желательно начиная от краев и постепенно приближать вот раз два три четыре пять шесть семь восемь или по спирально там уже смотрите неважно главное что первый срыв должен быть не больше 90 градусов то есть желательно вообще вот берем значит у нас тут на руках нет помощников поэтому извиняюсь показываю на пальцах вот так у нас стоит вороток срываем его буквально вот так и так вот все десять болтов а затем можем произвольно уже откручиваться для чего это так срывается для того чтобы если у нас головка вдруг идеально ровная чтобы мы ее не потянули вот этим вот резким перепадом отпускания болтов все срываем и скидываем голову излег все болты и так же наши толкатели последний вот так вот магнитом складываем их в определенной последовательности чтобы не нарушать регулировку здесь не компенсаторы здесь обычные регулировочные толкатели что скажем так с какой-то стороны не есть хорошо то есть не путаем вот это вот так ну что вроде все готово пробуем значит я так изначально его тут чуть подорву о видим все шевелится шевелится это хорошо и теперь нам необходимо ее чуть приподнять после чего вот так вот вывести с коллектора все голова у нас извлечена так вот вот он сам этот коллектор и вот целиком такой тяжелый большой громоздкий один болт мы обломали надо сейчас второй обломать чтобы поставить новое так снимаем прокладку ищем проблему хотя на металлопакете увидеть проблему ой как тяжело так что вот здесь вот кстати у нас заглушка между первым и вторым цилиндром видим про гнила то есть ее надо менять желательно обе так что в этот момент тоже обращаем внимание так в общем то все разбор то у нас окончено ребят значит первая часть хотите вторую часть сбор как там модно говорит репостите видео лайки подписывайтесь на канал в общем ребята спасибо за внимание будет следующая часть всем пока